А теперь давайте поговорим о контрасте, как он помогает нам творить жизнь. Шаг первый – это запрос на что-то. Сама жизнь, сам контраст, само жизненное разнообразие помогает сделать этот шаг. Когда вы проживаете то, что вам не нравится, в вас автоматически рождаются новые желания, в вас автоматически становятся ясными новые предпочтения. Шаг второй – это когда источник видит и отвечает на ваш запрос. Это не ваша работа, это работа нефизических сил, когда все кооперирующие компоненты собираются в вашей вибрационной реальности. Шаг третий – это шаг настройки. Либо вы настраиваетесь на новую версию событий и новую версию себя в них, либо нет. Что означает быть в режиме приема? Это означает быть очень восприимчивым и получить доступ к тому, что вы сами и запросили. Шаг четвертый – это когда вы очень хорошо умеете делать это и понимаете, что вы запрашиваете и настраиваться на эту версию себя. Вы настолько хорошо умеете это делать, что можете волевым решением отсечь думание плохих мыслей, волевым решением вы можете переключить себя на хорошее. Вы настолько хорошо можете это делать, что ловите себя на подступах. При первых мыслях очередного кошмарика вы можете отъехать назад, пока эти мысли не отступят. Шаг пятый – это когда вы настолько хороши в этом, что становитесь мастером. Вы как мастер входите в новый жизненный опыт с контрастом, как и полагается, и получаете довольно ясный и очень сочный опыт того, чего вы не хотите. И оставаясь прямо в центре этих событий, вы все равно довольны тем, что происходит, просто потому что вы знаете, как оно работает. Вы понимаете, что выйдете из этого опыта обогащенным. Вы понимаете, как это все устроено. Вы понимаете, что в процессе запуска новых желаний должны происходить подобные вещи. И вы не сопротивляетесь этому, потому что вы приняли контраст, вы поняли его как рабочий инструмент. Вы понимаете, что без этого ничего вместе не сложится. У вас пазл не сойдется. Без контраста вы и сфотографировать реальность не сможете. Без контраста вы не можете услышать ни единого слова. Без контраста вы не поймете ничего в жизни. Контраст необходим. И так как вибрации вашего источника всегда высоки, а ваши вибрации вариативны, они могут либо подниматься высоко и соединяться с источником, а могут и нет, вы можете таким образом регулировать, контролировать контраст. Когда вы отпускаете свои тревоги, ваши вибрации автоматически поднимаются. И тогда нет контраста. Вы выходите из него. Но если вы как собака над костью, все крутитесь и крутитесь вокруг этой проблемы, о, злостная проблема, и фокус ваш на том, что это плохо, и решение у вас есть, что это очень плохо, то вы своими собственными руками, то есть мыслями, усиливаете контраст, потому что добавляете туда мысли из сопротивления и входите в сопротивление своему собственному желанию. Вы только вдумайтесь, как часто вы хотите чего-то, а верите в противоположное. И что значит верите? Что значит верить? Верить – это продолжать думать одну и ту же мысль. И это всё. Почему вы продолжаете её думать? Потому что закон привлечения продолжает вам сервировать одно и то же ваше убеждение, пока вы держите его активно. Получается, как замкнутый круг. Я думаю об этом, получаю подтверждение, вижу подтверждение, опять думаю об этом, а опять получаю. Как выйти из этого круга? Есть несколько способов. Мы уже говорили о медитации. Это отличный способ угомонить свои мысли, и пока они там осели в тяжести своей, подняться от них вверх, как на лифте. Мысли сопротивления обязательно осядут, и тогда вибрации обязательно повысятся. Есть ещё один способ – визуализировать или грезить. Это не значит смотреть картинки в голове. Это значит быть режиссёром собственной жизни. Это значит осознанно погружать себя в особые состояния и видеть особые картины, которые вам приятны. Есть ещё один способ – культивировать признательность. Это значит быть благодарным, оставаться благодарным за то, за что вы можете быть благодарным в жизни. Это значит находить и ценить даже мелкие радости. И это самые высокие частоты, которых вы можете достичь. И теперь мы хотим спросить вас, убедили ли мы вас в том, что контраст – это хорошо, или контраст – это плохо. И если вы думаете, что это хорошо, нам просто интересно, откуда у вас берётся масса вопросов по поводу вашей ценности, и откуда взялся ваш вопрос, почему вы в неуверенности или страхе. И нам кажется, что это проистекает из вашего практического ума, когда вы начинаете оценивать разные сценарии в жизни. Стоит вам начать задавать себе вопросы, на которые у вас пока нет ответов, и вы в сопротивлении. Поэтому мы предлагаем вам оставить вопросы, на которые трудно найти ответ. Ответы обязательно придут. Но позже. Вам кажется, я должен, я должен думать об этом. Я, в конце концов, очень ответственный человек. И могу с помощью думания преодолеть что-то. А это не так. С помощью думания преодолеть тяжёлые ситуации невозможно. Это потому, что вы забыли о нефизической силе, которая всегда идёт с вами рука об руку. И вы не берёте в расчёт тот факт, что мы тоже думаем над этим. И вы почему-то не чувствуете, что вас ведут и поддерживают, что Вселенная сама ведёт это дело. Дело, которое называется «Вы и ваши дела». И вы не видите, как к вам уже собираются все детали, все компоненты, которые обязательно порадуют вас, когда проявятся. И вы не видите, а мы видим, всю цепочку событий, которая принесёт вам видимый результат. Вы забываете о благополучном жизненном опыте и предпочитаете демонстрировать окружающим свою ответственность, решительность, интеллект, чёткость и желание выполнить всё правильно. Поэтому вы часто оказываетесь перед выбором. Выбрать эту плохую мысль или эту плохую мысль. Мы только хотим спросить, как из плохих мыслей может разыграться хороший сценарий. И его просто нет при таком выборе. Из состояния страха вы не можете дотянуться до хороших мыслей. Хорошие мысли вам просто не видны. Слишком много над вами туч и тумана. Разрыв большой, но над ним можно подняться. И нам с наших облаков видны все хорошие места и сценарии, все цепочки и возможности. Что угодно может случиться, что угодно может быть доставлено к вам. Люди могут подыграть вам, сделать что-то настолько хорошо, что вы поразитесь. Они могут выяснить для вас то, что вам всегда было интересно, но казалось не выясним. Они могут объяснить вам то, что раньше казалось необъяснимым. Они могут получать удовольствие и удовлетворение, помогая вам. Им может быть в кайф сама работа, им может быть интересно. И ваше дело – хвалить и радоваться, ценить и восхищаться. Надо решить, что вы хотите чувствовать себя хорошо. Надо найти мысли, от которых делается хорошо или немного лучше. А для этого нужно немного лучше думать. Как знать, что сейчас, в этот момент, у вас есть мысли и получше? Если то, к чему у вас есть доступ, всё плохо, тогда надо оставить и идти спать. Или переключиться на фильм, или побыть в природе, или заняться хобби. Как знать, что есть мысли получше, если бы ваше существо не думало бы противоположных мыслей, противоположных той ерунде, что вы думаете, и от которой вам плохо, то у вас бы никогда не возникли плохие эмоции. Вам бы было всё равно. Именно эта разница и создаёт в вас негативные ощущения. Если возникает негатив, обращайте внимание. Внимание! Ваше существо тоже думает об этом и думает в противоположную сторону. Особенно хорошо это заметно, когда вы злитесь на себя. Это заметно потому, что ваше существо никогда, что бы вы ни совершили, не будет думать о вас ничего плохого. Ваше существо знает вашу ценность и всегда думает и понимает о вас только хорошее. Оно понимает причины у всего. Если бы ваше существо не знало бы вашего успеха, в чём угодно, вы бы никогда не получили негативных эмоций, как только о вас касается мысль о вашем промахе или провале. Поэтому любая ваша негативная мысль – это доказательство того, что есть и противоположная мысль, позитивная, и она находится прямо в вас и думает о её ваше существо. Сам страх означает, что есть кто-то больший и очень умный, и он в работе. И бояться вы начинаете, отворачиваясь от своей большей части. Энергия, создающая миры, сфокусирована на вас, и либо вы с ней заодно, либо вам страшно. Дело всё в том, что это очень значимо для вас. Если бы вам позвонил кто-то незнакомый и сказал, «Слышь, я просто так, сказать, что я больше никогда тебе не позвоню больше», вы скажете, «Да, ну ладно, хорошо», и никаких чувств. Но если это кто-то близкий вам, вы переживёте очень ощутимые чувства. Поэтому по глубине чувства вы сами будете знать, когда вы идёте вразрез с тем, что ваше существо думает по сути тех же самых объектов вашего внимания. И если вы испытываете позитивные эмоции, это означает, что существу очень нравится эта мысль. А если негативная, ваше существо её тоже думает, но с совершенно иной перспективы. Разве не здорово понимать это? Продолжение следует...